Это программа «День с толком» в студии. Елена Кузовкина, здравствуйте. Смотрите выпуски. Транспорта не хватает. Возродить четвертый автобусный маршрут предлагают жители Барнаула. Площадь Сахарова для движения авто скоро откроют, а пока на обе сооружают Крещенский городок. Когда он был у власти, пили меньше, с каким предложением вышел бывший президент СССР. В Барнауле предлагают возродить автобусный маршрут номер 4. В связи с закрытием старого моста на реконструкцию, в соцсетях стала активно обсуждаться работа общественного транспорта. Особую обеспокоенность высказывают жители микрорайона ВРЗ, которые регулярно пользовались новоалтайскими маршрутами, следующими через старый коммунальный мост. Теперь же в вечернее время уехать или приехать на ВРЗ стало практически нереально. По мнению пассажиров, решить проблему может автобус номер 4. Предполагаемый путь будет пролегать от остановки нефтебаза через ВРЗ по улице Воровского и далее через центр города до конечной на ТРЦ Galaxy и обратно. Курсировать автобусы будут с 20-минутным интервалом. Пока это только идея, которую барнаульцы активно обсуждают в соцсетях. К слову, многие горожане считают инициативу нецелесообразной. 205-й и 125-й ходят до выезда. Там конечная. Вам мало? Четверка дублировала 77-й, из-за чего и убрали. До галактики, как нарисовали на схеме, вполне можно было бы продлить. Было бы здорово, если бы хоть один транспорт с ВРЗ ходил по Павловскому тракту. Строительство Крещенского городка началось в Барнауле. Из бюджета города на эти цели выделено около полумиллиона рублей. Работы выполняет Автодорстрой. Традиционно на речном вокзале вырубят прорубь в виде креста и сделают ледяные постаменты. К слову, в этом году строительство Крещенского городка обошлось дешевле. В 2019-м на него потратили почти 700 тысяч рублей. Работы на реке завершат 17 января. А уже завтра начнут разбирать городок на площади Сахарова. Демонтаж конструкции займет три дня, а затем здесь откроют движение автомобилей. Городок на Малотобольской разберут гораздо позже. Он будет стоять, пока позволяет погода. Бывший президент СССР Михаил Горбачев предлагает сократить продолжительные праздники. Народ, по его мнению, в эти дни бездельничает и даже уходит в запои. Бывший руководитель страны уверен, что сокращение не только новогодних, но и выходных в честь Дня Победы поможет избежать массового употребления алкоголя. Горбачев добавил также, что во время его правления праздничных выходных было меньше и люди в провинциях так сильно не увлекались спиртным. Наша съемочная группа вышла на улицу, чтобы узнать, как отнесутся к возможному сокращению законных выходных горожане. Ну, мне кажется, это хорошее время для отдыха. Семейные праздники и так далее. Мы с Шаргеша приехали только отдыхаем. По-другому праздники проводите? Да, но я считаю, что нужно оставить праздники, потому что многие с детьми уезжают, отдыхают. И с внуками. Я как могу судить? Они там вроде умные все люди, а мы так, прослойка средняя. Живем потихоньку и живем. Правильно, поддерживаю. А вы как новогодние праздники проводите? Не пил, лыжи, рожь, баню. Кто хочет, тот пьет, кто не хочет, тот не пьет. Но праздники, я думаю, пускай остаются. Положительно. Но люди не пьют, в общем-то, все равно. Конечно, праздников нужно меньше. Почему? Ну, я думаю, люди устают отдыхать. Кстати, сегодня очередной праздник, хотя и не выходной день. В России отмечают День печати. Учредили его 29 лет назад. Своим праздник считают все сотрудники медиасферы, особенно журналисты, пишущие для газет. Наши коллеги, сотрудники Сибирской медиагруппы отпраздновали профессиональный праздник чуть раньше, в пятницу. Журналисты на вечер забыли о текстах, темах и дедлайнах. Такое они могут позволить себе только в профессиональный праздник. А вот об их заслугах помнят. Награды за качественную работу вручили журналистам «Комсомольской правды», «Московского комсомольца», «Аргументов и фактов», «Политсибру», «Банкфакса», «Автографа», «Телеканала», «Информационного портала Толк» и другим сотрудникам холдинга. Поздравления мы получали от партнеров, представителей АКЗС и правительства города и края. Здесь все, кто находится, они все у нас бодряют, потому что если не будет вас, мы, наверное, зачахнем, стухнем и скиснем. Поэтому работайте на злобу дня, будьте честными, искренними и откровенными. Ну и спасибо вам за вашу работу. С праздником, друзья! Есть приятные новости из мира спорта. Алтайский спортсмен-биатлонист из Бийского района Олег Домичек стал чемпионом зимних юношеских олимпийских игр. Они проходят в Швейцарии. Наш земляк принес сборной России золотую медаль, выиграв индивидуальную гонку. Для 17-летнего парня это первая победа международного уровня. Олег все еще находится в Лазани и на родину вернется нескоро. После тренировочных сборов он примет участие в первенстве мира. Поздравления спортсмен принимает по телефону. К сожалению, мы дозвониться до него не смогли. Связались с его наставником, тренером, преподавателем Дю США Бийского района. С каким настроением и напутствием отправляли парня на международные старты? Вот что она рассказала. Ребенка отправили вообще первый раз на международные такие большие соревнования, что еще и без своего тренера, чтобы набрался опыта, съездил. Но мы с ним разговаривали, когда он должен просто получить удовольствие, сделать все как на тренировке, понаслаждаться. Потому что для него это тоже новое какое-то открытие, новая ступенька. Но добавлю, что за нашим спортсменом уже после стартов пристально следили допинг-офицеры. Олег неоднократно сдавал анализы. А вот что он точно не сдаст, так это пробный экзамен, который одноклассники пишут завтра. Биатлонист сейчас учится в 11-м классе. Но накануне на Барнаульском ипподроме прошли соревнования по зимнему дрифту. Казалось бы, гололед – враг автомобилистов, но для некоторых друг. За скользкими стартами наблюдали и наши корреспонденты. Лед, снег, рев моторов. В основном отечественные и несколько иномарок рассекают по ледовой трассе, уверенно или не очень, входя в повороты. Участники говорят, хотя к отечественному автопрому принято относиться снисходительно, в зимних видах спорта наши машины дадут фору многим иностранным. А кто-то просто очень любит именно отечественный автопром. Я использую отечественный автопром, потому что это продолжает доблестные традиции нашего великого автоспортивного прошлого. Москвичи, которые побеждали на ралли Париж-Дакар. А еще не так жалко, как иностранное? Да нет, кстати, жалко. Любую машину жалко. Это же моя любимая ласточка. Организаторы говорят, кубок «Барнаульская ракета» проходит с 2015 года. Но, несмотря на название, раньше дрифтовали за пределами города. В предыдущие годы мы делали на озерах, на реках замерзших. То есть расчищали там конфиг и после этого, соответственно, там ездили. А в этом году получилось так, что все озера не в очень хорошем состоянии. И получилось так, что мы заливали здесь. 36 участников. В основном из Барнаула, Рубцовска, Омска и других сибирских городов. В одиночных заездах лучшим становится тот, кто пройдет трассу, правильно и чисто выполнив все повороты. В парных требуется пройти ее же максимально осторожно, не касаясь при этом другой машины. Участники уверяют, несмотря на кажущуюся сложность, вступить в ряды пилотов может любой желающий. Было бы желание и опыт. Кто из зрителей не побывал на соревнованиях, может насладиться гонками уже в конце января. На ипподроме пройдет второй этап барнаульской ракеты. Илья Кчетков, Илья Халяпин. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи.